Сотрудники службы благоустройства и подрядных организаций, обслуживающие уличную дорожную сеть, расчищают от снега тротуары, пешеходные зоны, а также посадочные площадки перед остановками общественного транспорта. Днем это главная задача. Люди работают быстро на уборку территории, вручную у одного остановочного павильона уходит совсем немного времени, затем снег собирают трактора. В профильном ведомстве сообщили, что препятствием при уборке все еще остается припаркованный транспорт. Как всегда в зимний период, проблему создает припаркованный транспорт. В этом году порядка 43 улиц мы ввели дополнительные ограничения на остановку стоянка транспортных средств. Да, на некоторые участки данные ограничения будут действовать, допустим, только в субботу, либо в воскресенье. Но это, по крайней мере, позволит нам в отсутствие машин беспрепятственно вывести выпавший снег, соревновать кучу, то есть обеспечить полную расчистку данных улиц. Прогноз погоды администрация областного центра получила заранее. Накануне снегопада в департаменте городского хозяйства и экологии и в администрациях внутригородских районов прошли совещания с руководителями организаций, отвечающих за уборку снега. Глава Самары Елена Лапушкина поставила задачу всем профильным ведомствам подготовиться к работе в условиях снегопада, гололедица и метели. Сегодня днем на улицы вышли 164 единицы спецтехники и порядка 300 сотрудников подрядных организаций. Ночью основной задачей дорожных служб стала расчистка и обработка антигололедными материалами проезжих частей, а также формирование снежных валов под вывоз. Для качественной вывозки снега на площадке для внутреннего складирования в департаменте городского хозяйства и экологии нарастили комплексы самосвалов и погрузчиков. В полную силу эти работы войдут уже в будущую ночь. С учетом тех погодных условий, которые мы все наблюдаем, задачи перед нами стоят очень амбициозные. Мы их, как показалось, сегодняшняя ночь и сегодняшний день выполняем. Я думаю, что горожане заметили нашу технику и наш персонал на дорогах. В ночную смену на улице города планируют вывести 160 единиц техники. Среди них грейдеры, погрузчики и самосвалы, а также машины с плужно-щеточным оборудованием. Бубкеты и другая техника. Работу ведутся также на внутриквартальных и придомовых территориях. За эти территории ответственны районные администрации. Они координируют деятельность управляющих компаний и ТСЖ, муниципальных служб благоустройства. Сергей Кизоркин, Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.